Наталья Дарьялова давно не была в Москве. Она отвыкла от поклонников и телекамер. Может быть, поэтому удивлена вниманию прохожих. Они узнали в красивой брюнетке некогда известную телеведущую. Здравствуйте, друзья! Мужчина дарит звезде букет, а его спутница задает главный вопрос. Куда пропала Дарьялова? Почему-то вот сейчас мы не видим. Или у нас в Сургуте нет вашего канала, не показывают. Такая таинственная и загадочная женщина из Америки. Она ворвалась на экраны российского телевидения с западной улыбкой, которая тут же стала фирменным стилем Дарьяловой. Здравствуйте, друзья! Я Наталья Дарьялова. Я приглашаю вас настроиться на лучшее. Ее чувственная и неподражаемая манера ведения сразу запомнилась зрителям. Я начала тарашиться вот так прямо в камеру. Листая фотоальбом, Наталья с теплотой вспоминает те рехи 90-е, когда вокруг стреляли бандиты, а за ней ухаживали политические деятели и даже принцы. Это на одном из приемов в Уиндзорском дворце. Ее программы транслировали на двух континентах – в России и в Америке. У всех на устах. Это первые эфиры. Говорят, люди всю жизнь работают, чтобы стать знаменитыми, а потом носят черные очки, чтобы их не узнали. Она обещала телезрителям открыть формулу счастья. Верьте в любовь, она где-то ждет. Но сможет ли она сама стать счастливой? Здравствуйте, дорогие друзья! Я Наталья Дарьялова в замечательной программе. И снова здравствуйте! Когда вся страна аплодировала ей, она в гримерке вытирала слезы. С помощью ее программ люди находили любовь и смысл жизни. А в это время Дарьялова теряла все. До сих пор не могу без слез, если бы мы с вами лет раньше встретились. Я вообще бы не могла дальше говорить об этом. В московской квартире родителей Наталья перебирает покрытые пылью книги. Это не просто ценная семейная библиотека. Автор мировой классики – ее отец. Всем известный писатель Аркадий Вайнер. Мама Софьи Дарьялова – легендарный врач-онколог. В гостях у мамы квартира, которая пронизана духом Аркадия Вайнера. На этих кадрах юбилей Аркадия Вайнера. Этот праздник устроила для него супруга Софья. Звучат поздравления от Владимира Рейсина. Спасибо вам, что вы есть. И Владимира Жириновского. Поэтому я хочу, чтобы Аркадий Александрович не расслаблялся. А уже утром сел бы за новый роман. Для юбиляра и его спутницы жизни поет друг семьи Иосиф Кобзон. А Дарьялова танцует на сцене под аккомпанемент Малежика. Только сон соловей, а не ласточка. Она росла среди знаменитостей. Известные артисты и режиссеры были завсегдатаями этой гостиной. За этим столом, уже легендарным, и пел песни, и рассказывал анекдоты по роде Высоцкий. Стоп, родуман, распорядок действий. Если Наташа быстро делала уроки, то отец брал ее на съемки. Это первая роль Дарьяловой и сразу в легендарном фильме всех времен и народов. Место встречи изменить нельзя. Наташа всего 16, играет вместе с Высоцким. Наташка говорит, ты что стоишь? Садись, с Володей будем тебя снимать. Наталье сделали прическу военных лет и усадили перед камерами за стол. В кадре она не произнесла ни слова, но сразу запомнилась. Наверное, заговорила мое будущее призванием телеведущей, потому что я начала таращиться вот так прямо в камеру. А это же кино, нельзя смотреть в камеру. И я почти этот дубль испортила. О самом страшном времени в своей жизни Наталья говорит с трудом, сдерживая слезы. Она всегда была единственной и любимой дочерью Вайнера. Могла опереться на его плечо, использовать его опыт в работе. Когда отец серьезно заболел, Дарьялова впервые осталась совершенно одна. Вот как сейчас, на этой московской улице. Я рыдала в голос, я рыдала. Не знаю, как в деревне женщины воют. Такая была боль. Сочиняя сценарий к фильму, Вайнер придумывал истории героев, которые развивались на этих улицах. Нарьялова идет по той же дороге, на которой орудовала известная банда «Черная кошка». Как важно быть несерьезным. Несерьезным? Конечно, вот так, например. Вот мы с вами на ура идем. На перекрестке она остановится и покажет, как научилась хулиганить. И ведь сделает это. Ну вы же с вами около малины, около черной кошки. За поворотом известная воровская малина. Трудно найти черную кошку в темной комнате. Особенно, если ее там нет. И мы уже на месте, в ресторане, где сохранился дух того времени. А Дарьялова готовится спеть про хулиганов. Только не советских, а американских гангстеров. Уже несколько лет она сочиняет и поет песни на английском. Теперь иностранная для нее, как родной. Она жила в тени славы своего отца. Ей нужны были личные победы. Поэтому Наталья взяла фамилию матери и переехала в Америку. Мне интересно было по-настоящему попытать свои силы. Сегодня в московских магазинах Наталья выбирает себе платье и не смотрит на ценник. Но так было не всегда. Поначалу у меня было только одно платье, в котором я прилетела. И настолько не было денег, что какое-то время я его стирала каждый день. И ходила в нем каждый день. В этом блеске витрин нет ничего из той самостоятельной жизни, похожей на выживание. Она развелась с мужем и осталась совершенно одна, с двумя маленькими детьми. Другой человек не может тебя сделать счастливым, если ты сам несчастлив. Возникают проблемы, очень много браков распадается. Выбирая подарки уже взрослым дочкам, Тарьялова вспоминает, как 20 лет назад не могла купить им к зиме даже сапожки. У нее не было ни своего жилья, ни сбережений, ни работы. Только материнский, почти животный страх перед будущим. И были даже времена, когда мне в школу приходилось водить пешком, потому что не было денег на автобус. Открывая окно в уютной родительской квартире, она вспоминает, как точно таким же ноябрьским вечером стояла возле окна в Нью-Йорке и чувствовала себя на грани между взлетом и падением. И мне так страшно. Я думаю, боже мой, я совершенно одна. Здесь в Нью-Йорке нет никого. У меня двое маленьких детей. Как же я буду выживать? Мне было очень страшно. С дочками, которые сейчас в Америке, Наталья постоянно на связи. Пусть их разделяют часовые пояса и тысячи километров, но они могут разговаривать бесконечно, не замечая, как переходят с английского на русский. Привет! Привет, пушистик! Хэппи-фэксгивэн! Обычный разговор, только обычно гораздо длиннее. Старшая Лиза пошла по стопам матери и уже получила три телевизионные премии Эмми. Она постоянно пытается придумать, что еще она может для нас сделать. Что, какую добрую вещь, какой подарок, что-то полезное, что-то веселое и доброе. Она восхитительный человек. Младшая Валерия занимается танцами. Она меня всегда учила, что ты можешь мечтать, но ты должна добиваться, ты должна работать очень сильно и одновременно обожать весь этот путь. За чашкой чая в московской квартире Дарья Лова вспоминает, как в Нью-Йорке забывала про голод и сутки напролет искала работу по обычному телефонному справочнику. В своих попытках чего-то достичь я слышала слово «нет» множество-множество раз. И наверняка еще услышу. Просто жизнь без этого не обходится. Дарья Лова позвонила миллиардеру, владельцу самых модных журналов. Я такая-то прилетела из Москвы, хочу с ним встретиться. И встретилась. И получила работу. Вот они, ее первые статьи. Гонорары небольшие, но главной ценностью Дарья Ловой были не деньги, а новые знакомства. В своем альбоме она хранит истории известных людей, с которыми ей довелось подружиться. Старший брат Форбс, Стив Форбс, который избирался в президенты. Так она дошла до самого владельца и основателя СИНН. А теперь новая страничка. Это сейчас у Дарья Ловой на каждый день новый наряд. И неудивительно, ведь у нее своя линия одежды. Какие рукава интересные. Знаете, какой-то, с одной стороны, амазонский стиль. Наталья из гардероба достает дизайнерские вещицы, которые придумала сама. Интересные формы, необычный крой. Я больше не буду использовать натуральную кожу. И мех будет все только искусственное. Однако 20 лет назад поход на бал для Дарья Ловой был настоящей проблемой. Сложно было вспомнить, какой это был по счету магазин. В затрапезном секонд-хенде на 14-е веню Наталья искала наряд, достойный королевского бала. Да уж, у них хрустальные туфельки. И вдруг ей попалось на глаза платье. Абсолютно белое и по-королевски простое. И стоило оно всего ничего – 19 долларов 99 центов. Это был первый балл в ее жизни. И тут, как в сказке, появился принц. Владелец телекомпании CNN. Она рассказала ему о своей мечте – программе о поиске счастья. И удивительно, Наталья получила работу. Здравствуйте, друзья! Я Наталья Дарьялова. Добро пожаловать на передачу «У всех на устах». Эта фраза, с которой начинала свой эфир Дарьялова, стала коронной. Слишком эмоциональная и откровенная Наталья иначе красила губы и глаза. И как-то по-особому укладывала волосы. Ну, во-первых, это не имидж, а суть. Каждая женщина должна помнить, что она прежде всего женщина. Ее критиковали, но смотрели. Но можно ли быть одновременно разозленным и счастливым? Нет. Наталья снимала программы в Америке. Добро пожаловать, мистер Арт. Это круто, что тебя с нами сегодня. Спасибо. Потом переводила их на русский язык и отправляла кассеты в Россию. Дарьялова не знала, примет ее российский зритель или нет. С первым приезда в Москву она поняла – это успех. Если мы ожидаем успеха, мы его получим. Ее лицо на обложках журналов, в американских газетах ее назовут российской опры Уинфри. Она – телезвезда. На одном из светских приемов Наталья познакомилась с принцем Монако. У нас была смешедшая любовь, мы друзья, все остались друзьями. Сказка о Золушке продолжалась за кадром после эфиров. Принц сделал Наталье предложение. Однако королевская жизнь Дарьяловой была не по душе. Я была не готова идти на работу во дворец. Но вот видите, у меня есть свобода. Я могу ходить, а могу не ходить. А у них нет свободы. Но Дарьялова по-прежнему в центре мужского внимания. За ней ухаживали политические деятели и бизнесмены. Казалось, она находится на вершине женского и профессионального счастья. Но только казалось. Сегодня на этом перекрестке она вспоминает, как в одночасье стало рушиться все. Ну, конечно, слезы наворачивались. Особенно, когда себя было жалко. Канал, на котором вещала Дарьялова, поменял собственника. И ее убрали из эфира. И передачу выкинули. Вот так. Представляете, я была, наверное, в ужасе. Страдала очень, потому что это мое детище. Звезда осталась без работы. Началась депрессия. Отец, Аркадий Вайнер, предложил открыть свой канал. Сказано, сделано. И назвал его в честь дочери. Дарьял ТВ. Не так-то легко создать новый канал. Тем более, как бы канал своего имени. Вместе с отцом они едут на церемонию вручения Тэфи. Дарьялова дарит всем свою улыбку. Однако по грустным глазам отца понятно, что дела на канале идут не так хорошо. Домой они возвращались без статуэтки. Вы к этому празднику относитесь? Мы отрицательно к нему относимся, потому что не получили никаких призов. Начинается финансовый кризис, и Дарьялова вынуждена продать канал. Я поняла, что я не люблю быть начальником. Мне это не нравится. Возле театра на Таганке Дарьялова вспоминает, как через эту улицу она шла в соседний храм. Молиться за своего больного отца. Я помню вот это состояние ужаса, в котором мы все находились, вся семья. Спасти Аркадия Вайнера не удалось. Наталье казалось, что с ним ушла вся ее жизнь. Когда умер папа, я сама подчуть не умерла от горя. До сих пор не могу без слез, если бы мы с вами там на несколько лет раньше встретились, я вообще бы не могла дальше говорить об этом. На этих кадрах телезвезда в нетипичном виде. В спортивных штанах и майке. Она пытается пережить горе. Учится медитировать. Я открыта для красоты и волшебства. И больше не снимает программу о счастье, потому что не знает, где его искать. Вот тогда я все бросила. И я несколько лет пыталась прийти в себя. Чтобы выйти из депрессии, Наталья записалась на танцы. Быть счастливой значит красивой. Наталья создала собственную женскую линию одежды. Презентация от Дарьяловой проходит в Центральном универмаге Нью-Йорка. Я люблю эту музыку. Я люблю ее очень. В зале девушки в русских народных костюмах и балерины в белоснежных пачках. Дарьялова на расхват. Посмотрите, эта кожа вот такая шероховатая. Повернись, повернись, расслабься, потанцуй, пожалуйста. Теперь, кажется, она готова рассказать о главном. Скоро в эфире на американском телевидении на двух языках. Английском и русском. Новая программа Дарьяловой о формуле счастья. Вообще, главный рейтинг, на мой взгляд, это твой собственный рейтинг у тебя самого. Америка увидит эти кадры только через месяц. А мы уже сейчас покажем вам фрагмент первого эфира. Это наше естество. Оно отражает богатство самой жизненной силы. И нам надо только найти, к счастью, дорогу. Наталья Дарьялова так же притягательна, как и раньше, и снова вдохновляет своей фирменной улыбкой. Начинается новый день. Давайте сделаем его днем новых возможностей. В кармане уже билет на самолет. Через несколько дней Дарьялова будет в Америке. А пока в Москве к новогодней ночи она выбирает праздничный наряд. Себе и своим повзрослевшим дочкам. Но признается, что самое ценное платье для нее по-прежнему то. За 19 долларов 99 центов. Потому что именно оно стало символом оптимизма и веры в мечту.